Я не могу один вести весь этот вечер, поэтому у меня будет два помощника, мои два молодых друга, очень красивые, очень способные, я бы даже сказал, талантливые. Медам, месье, сеньоры, к чему играть спектакли? Когда весь мир театр, и все мы в нем актеры, не так ли? Это Михаил Державин и Александр Ширвин, но они согласились сегодня быть оба Миши. Значит, у нас будет Маша и Миша. Вот Миша, пожалуйста, работайте. Мы познакомили с Шурой, когда нам было, мне было 10 лет, а ему 12. Я молодой. Ну, это случилось территориально, это не смыслово. Просто есть такой театральный институт имени Щукина, который существует в этой улочке между театром Актангова и Новым Арбатом, где я уже преподаю, страшно говорит, 50 лет. Первый раз я его увидел на елке в доме Дмитрия Николаевича Журавлева, в доме, в котором я живу. Это улица Актангова тогда называлась, сейчас это Большой Николопесковский переулок. Соседний подъезд с театральным училищем имени Щукина. Этот институт мы с Михаилом Михайловичем и кончили когда-то, те же 60 лет назад, но дело в том, что Михаил Михайлович живет в доме, где существует этот институт. Просто это совершенно фактологически точно, его квартир, стена его квартиры примыкает к женскому туалету театрального училища. У нас была такая традиция, в доме, в котором я жил и живу, это был полностью театральный дом артистов театра Актангова, дети, которые были у актеров, они всегда были обласканы родителями, устраивались елки в квартирах. И вот так как Дмитрий Николаевич Журавлев жил на первом этаже, видимо, с него всегда начинались эти новогодние елки. И там я впервые увидел Шуру. И вот в квартире Журавлевых, где собиралась вся эта вот тогдашняя молодежь, 10-летняя во главе с дочерьми Дмитрия Николаевича, моими подругами Мишкиными тоже, Наташей и Машей, сейчас же солидными дамами, все это начиналось. Елки устраивались вот в домах. Один день сегодня у Державиных, завтра у Кольцовых, первые начинали Журавлевы, и мы перебирались по дому в квартире, в квартире, в которых были дети. Шура приходил с мамой Раисой Самуловной. Иногда бывал и папа, Анатолий Густавович. Папа был замечательный музыкант, скрипач. А почему Шура оказывался в нашем доме, казался, Раиса Самуловна была редактором московской филармонии. То есть она составляла концерты, концерты, в которых принимали участие великие артисты сейчас. Ну, просто уникальные, мхатовские знаменитые актеры, и актеры театра Вахтангова, музыканты, молодой дядя Слава Рихтер, он приходил в дом, наш дом с Ниной Львовной, Дроляк, наверху жил племянник Митя. И вот компания детей актеров, она была всегда на Новый год вместе с Шурой. Там устраивались всякие шарады, капустники детские, встречи всех Новых годов, на Новом годе, например. Мы играли какие-то шарады, аккомпанировал нам Рихтер, топером работал. Вот такая была атмосферочка. Елка, когда проходила, это было уникальное зрелище совершенно. Мы придумывали всякие капустные номера. Мама Шуры, Раиса Самуловна, она писала изумительные совершенно, такие плакатики, стихи про каждого из нас. Дядя Слава Рихтер садился за рояль, у него была любимая игра, он садился за рояль, и вдруг исполнял какую-то мелодию, говорю, кто это, угадайте. И мы должны угадать по темпу, по ритму, кто это. И такой всегда плаванный, такой, какой-то YouTube музыкальный. Все кричали, Шура Ширвинтон был такой. И вот ему разрешалось выпить настоящее шампанское. Мы пили все газированную воду. Ребят, я, ребят, если в таком темпе будем продвигаться, я на аэродром не попадаю. Паша, Паша, положите меня. Я не попадаю на аэродром. Положите, я никогда не пение. Пристегнулись простынями от винта под крылом солёта. Душёта поёт зелёное море тайги. Шура поступил в театральное училище имени Щукина пораньше меня, на два года. А до этого я приезжал в гости, опять же, на дачу к Журавлевым. Это был поселок Нил, наука, искусство, литература, сокращенно на Истре. И там Шура приходил уже повзрослевший после того, как мы с ним познакомились. Я не знаю, по этой ли причине или по какой-то другой ностальгической, он до сих пор живет в двухкомнатной квартирке в этом доме, где метраж, по-моему, не то 22 метра, не то 21. Несмотря на то, что он знаменитый артист, а Роксана Рубена не менее знаменитая личность начальницы, они вот в этой квартирке, которая совершенно как бомбоньерка, вылизанная, вычищенная, встроена, так как жить негде, поэтому все одно встроено в другое. И места, как ни странно, на все хватает. И вот, естественно, из этого дома, из этой квартиры он не мог никуда попасть, кроме как вот в соседнюю, правда, не через женский сортир, а с улицы, он прошел прямо в институт и там, и учились. Он молодой, я старый, поэтому гандикап в наших взаимоотношениях два года. Он великолепно играл в волейбол. И, значит, все девочки, и рядом находился пионер в лагере Большого театра. Вы представляете, что такие юные балерины, шура, значит, необыкновенно хорошие. И там, надо сказать, я познакомился с Наташенькой Белоусовой, его будущей женой. Дача Белоусовых находилась рядом с дачей Журавлевых. Вот и оттуда дальнейшее продвижение, школьные года, потом институт театральный. Осмелюсь родиться к вам относительно одного очень тонкого обстоятельства. Да, что, о чем? Старший сын бой, изволите видеть, рожден бдою. Еще до бдака. А-а-а! Да-да-да, конечно. Он рождет бдою так, словно бы, как и в браке. Я это потом все совершил законными узами, то есть супружества. Что бы я хотел? Я хотел, чтобы теперь он был совсем законным моим сыном и назывался бы уж теперь, как и я. Как в каждой семье, у каждого ребенка есть какой-то дядя Вася, тетя Катя, друзья дома. Так у меня были эти люди. То, что они знамениты, я узнал гораздо позже. Когда? Когда я, помню, посмотрел «Бриллиантовую руку» в шестом классе, где-то я учился, и я пошел брать автограф у Миронова, он совершенно обалдел, написал мне на открытке, это в киосках продавались, написал, «Дорогой Миша, твой папа тоже неплохой актер». С уважением, Андрей Миронов. Денег нет у вас? Как денег? Взаимы рублей тысячу. Такой суммы, ей-богу, нет. Все мои деньги положены в приказ общественного предзарения. Ну, если нет, тысяча рублей сто есть, да? У меня всего 40 рублей. У меня 25 рублей всего. Ну, хорошо, пусть будет 65, это я только так покорнейше благодарю. И, конечно, Андрюша Миронов очень много взял именно у Шуры. Навалились, поднажали, дружно, два, раз, два, раз. Это ли не самый лучший отдых? Лодка, джентльмены, свежий воздух, только солнце, только небо и река. Сколько лет, я помню подряд, всегда ждали прихода Шуры. Куда угодно. Хотите в дом, хотите в ВТО, хотите на сцену. Всегда мы что-то всегда ждали, что сию секунду что-то родится необыкновенное. Я приходил на спектакли, в которых участвовал Александр Анатольевич, а я только поступил на первый курс и видел, как Шура фантастически фехтовал. Он фехтовал, дрался на шпагах, мечах, на каких-то... В общем, и дальше он преподавал фехтование в Театральном институте, это уже позже. Театр – это такая страшная история, совершенно как дым от трубки. Сейчас вообще ничего не фиксируется. Раньше были телевизионные спектакли, снимались. И театральные спектакли снимались не из зала, что очень трудно, а специально переносились в студию. И поэтому большие известные актеры в интересных больших ролях были зафиксированы. Потому что театр – это дым, это воспоминания, воспоминания, ах, как играл, какой был спектакль, это все рассказать невозможно, да и не нужно. Но до этого я его видел во многих спектаклях. И он пораньше закончил Театральный институт. Был приглашен сначала в Театр транспорта, а потом, это вот нынешний Театр имени Гоголя, а потом в Театр Ленинского комсомола. Трагическая судьба Эфроса, худрука Ленкома, заключалась в том, что когда, наконец, его уговорили взять Театр с этим страшным названием. Сейчас Ленком – это аббревиатура, придуманная Захаровым. А раньше Ленком – это был действительно Театр Ленинского комсомола. И там невозможно было быть вне тематики. И он увлекся по-настоящему, он был дико наивный, он прочел пьесу Алешина, каждому свое. И там дело происходит в Освенциме. Я играл Гудериана, был красивый, усталый. Почему-то такого же услуг, что Гудериан не очень любил Гитлера. Поэтому вынужден был Гудериана делать таким сомневающимся фашистом. Что, страшно? Нет. Просто очень... Противно? Нет, обидно. Обидно заниматься. Ну, что же мне вам сыграть? А Мишка играл начальника концлагеря Освенцима. И даже танцевал там какую-то... Они же пьяные должны были вообще быть фашисты. И он что-то танцевал. Вот этот перепад от аттракционов, от всяких главных ролей, до начальника концлагеря, это вот диапазон. И когда на море качка, и пушует ураган, Приходи ко мне, морячка, я любовь тебе отдам. И я пришел, окончив театральное училище имени Щукина, тоже в театр Ленинского комсомола. Вот там начались все знаменитые капустники, которыми руководил Александр Анатольевич. Было время, когда мы очень в молодости увлекались всякими капустниками. Были такие разные команды. Когда ничего не было нельзя, то во всех домах интеллигенции были такие гейзеры, где выпускали воздух, значит, и дух, и накопившуюся негативную энергию. Надо сказать, в театре были и потрясающие совершенно мастера этого жанра. Впоследствии знаменитые актеры, они стали всенародными артистами Республики России, Советского Союза Леонид Марков. Вы помните Ленечку Маркову? Он участвовал в этих капустниках, которые делал Ширвенд. В село Лорионов. Потрясающий был артист, 15-летний капитан. Вы помните этот фильм? И вот много-много популярных актеров и молодые артисты из театральных институтов Москвы. И вот в домах интеллигенции под кураторством, естественно, начальство, думаю, умных людей из госбезопасности, чтобы совсем не было уже взрыва, пожалуйста, у себя. И вот в этих домах интеллигенции были такие по тем временам необыкновенно острые всякие бригады. Во-первых, центральный дом актера, и сам телевидение. Надо их позволить нам всем, да? Конечно. Надо сказать нам возможность, чтобы вы приняли сегодня всех гостей. Не какая уж закуска важная. Во-вторых, почему чай? Надо говорить всякие точные вещи. Почему самовар? Со своим самоваром почему пришли? Ну, надо что-то пить, надо, да? Надо, чтобы кофе весь выпит на огоньках. Значит, самая трезвая и безобидная форма – это чай. Очень острая была программа, значит, в Доме журналистов. Значит, «Синяя птичка» была под руководством покойного Драгунского. Драгунский не Виктора, а папа Драгунский. Там весь цвет кинематографии. Шутили сами над собой. В Центральном Доме работников искусств была замечательная, очень острая программа, где был полевой руководил. Там Раневский участвовала, и, значит, Сичкин покойный. Очень смешная была. Арканов писали с Гориным. А рядом находился дом актера, в котором директором был Самый Сейчевский. Это был потрясающий человек. Дочь Самый Сейчевский сейчас руководит домом актера на Арбате. А тогда впервые он пригласил группу молодых актеров, во главе с Александром Анатольевичем Ширвиндтом, в дом актера, который находился рядом. До пожара он находился буквально с театром Ленинского комсомола. А по одну сторону Пушкина памятника мы, значит, играли по другую. Кроме того, почему именно мы? Потому что сегодня мы здесь представляем актерский молодежный патруль. Да, дружинники. Мы сегодня наблюдаем за тем, чтобы передача шла импровизационно, точно по сценарию. Сценарно. И, значит, непринужденно. И потом главное, что мы должны, значит, следить с тобой, Саша, чтобы разливался чай с сахаром, тем, кто его заслужил, и с лимоном, соответственно, самым выдающимся. Ширвиндт и Державин как раз пример того, как два абсолютно индивидуальных человека, абсолютно индивидуальных артиста, две разные, по-своему одарённые, две талантливые личности, показывают пример того, как две талантливые личности могут позволить себе работать, выражаясь языком эстрады, работать в дуэте, при этом оставаясь каждый сам собой. Это читается. При этом они не становятся рабами этого сотрудничества. Они могут делать всё, что угодно вдвоём. У них была масса проектов их парности. Они много выступали вдвоём. Но при этом каждый из них оставался, один всегда оставался Ширвиндтом, а второй всегда оставался Державином. Передача мысли на расстояние. Нужны что? Расстояние и мысли. Ну вот. Ну, расстояние мы сейчас создадим. Ну, мысли, значит, об этом говорить не приходится. Значит, вот сейчас, Настя, дай мне вот эту косыночку твою, чтобы не было никакого подвоха, чтобы здесь действительно всё было честно. Миш, только честно. Как мы репетируем. Значит, завязывай глаза. Честно? Честно, завязываю. Театральную общественность не видишь? Абсолютно не вижу. Не видит театральную общественность. Вот. И пожалуйста. Лукас Сятош, действительно, всё, шутки в сторону. Внимание. Напрягись. Кому я сейчас прошу? Думай. К женщине. Думай. К мужчине. Правильно. И это был вообще фурор для театральной общественности Москвы. Мы играли только так вот по большим праздникам или под Новый год. И Шура был вдохновителем, руководителем и автором многих-многих капустных номеров. Вот так, в общем, началась творческая жизнь. Ну, и, конечно, играли во многих спектаклях вместе. Не в лесу, не в лесу подмосковным затерян, И не в сказочке детских берёв. У нас есть у нас удивительный терем. Днём прописан весёлый народ. Этажи, этажи заселились пожаром. Первый драма. Поэт на втором. Романисты в окошке пожарные. Пародисты пока под крыльцом. А в Ленинграде была мощная сборная этих капустников под руководством Александра Аркадьевича Белинского. Там были все. Там был Юрский, Лавров, Боярский. Внимание, говорят и показывают друзья. Начинаем нашу внеочередную передачу из серии «Клуб знаменитых капелянов». Сегодня, товарищи, у членов клуба большой день. Мы принимаем у себя сборную команду БДТ, которая совсем недавно защищала честь нашего театра на многих зарубежных площадках. Ведут нашу передачу из клуба знаменитых капелянов специалисты, друзья. Знатный лаврововед Михаил Державин. Известнейший капелянофил Анатолий Адоскин. И известный шаркоман Александр Ширин. И вот мы менялись. К нам приезжал в дом актера Белинский, а мы туда. Его же было привычно. Там был такой народ собирался просто. Если бы не были молодые нахалы, наверное, вылезали бы. Сейчас бы не осмелились. Когда в ферме лиду сидит там Райкин, Меркурьев, Товстоногов, Акимов, Толубеев. И мы, значит, шутили. Разрешите огласить нам в порядке, так сказать, дискуссионном проект типового распорядка дня для любого артиста Большого драматического театра. Ну, на примере Сергея Юрского. Итак, 5 часов 40 минут утра. Проехал Балагое. 5 часов 47 минут утра. Выучил наизусть сон Тасьяны. 6 часов утра. Подъем. 7 часов 50 минут. Здравствуй, столица. Здравствуй, Москва. 8.15, Мосфильм. И старые мастера стали рассказывать о капустниках, которые были в Амхате. И вот один номер они мне просто, ну, буквально на пальцах показали. Народный артист Пяткер, он великолепно этот помнил номер переводчика. Значит, выходил человек и говорил на псевдо, там, каком-то языке, на французском или на английском, а его переводил переводчик совершенно вклиниваясь в перевод за свои темы. Хочу видеть тебя каждый вечер, когда твои волосы я ощущаю в своих руках. В глазах твоих отражается моя страсть. Иди ко мне. И мы его пробовали в разных ипостасях. Я, например, даже вот на вечере Эльдара Александровича Рязанова, он думал, ну, опять мы выйдем, Эльдар Александрович, наверное, думал, что мы выйдем с Шурой и будем играть переводчика этого своего знаменитого. Форма удобная. А я же вышел в костюме женщины. Вы не помните был номер? Даже тогда, когда, скажем, в работе в кино или в театре им приходилось выступать на сцене одновременно в разных ролях, никакого отношения не имеющего к их дуэту, или в кино сниматься, находиться в кадре, в одном и том же сценарии, в одном фильме, в разных ролях, никто в этот момент не воспринимал их как «О, Ширвин, ты держай». Нет. Нет этого. И не могло быть. Потому что... Потому что это особенность индивидуальных личностей. Особенность совершенно своеобразного и только им, каждому из них присущего таланта, человеческого и актерского. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный. Значит, Зака... Зака Довникадрович нетронутый. Что бы мне хотелось, так сказать, узнать у Закадра Довникадровича? Ну, во-первых, значит, мне пришла сейчас мысль... Сейчас, где она? А, значит, интересно, что он всем вам хорошо неизвестен по ряду картинок. Значит, что примечательно, что Закадровникадрович практически не снялся, ну, на всех студиях наших. Я так стабильно не снимаюсь на Мосфильме, Лентфильме и Студии Горького. Ну, интересно, что за это... Вот если в прошлом году вы не снялись... В восьми картинок. То в этом году он уже не снялся. В шестнадцать. Вообще очень трудно правильно оценить их вклад в создание невероятной традиции, настоящей, благородной, ну, скажем так, нелюмпеновской эстрады. Потому что эстрады в чистом виде это не назовешь. Это своеобразный сценический жанр диалога со зрителем. Или, вернее, это какая-то пятая стена, которая действительно разрушена, есть ощущение, что они между собой что-то выясняют, а ты удачно оказался свидетелем. Вы в одном трамвае едете. И вам в одну сторону. Вот вы знаете, конечно, в наш адрес, в национальный кинопанорама, приходит масса писем от телезрителей, от любителей кино. Примечательно, что ни в одном из этих писем совершенно не интересуется ваша биография. Я думаю, что имеет смысл поблагодарить наших телезрителей. За то внимание, которое они вам, в общем, не уделяют. Я и к капустникам относился, и отношусь совершенно серьезно. Я считаю, что это необходимо совершенно через это пройти. Должны быть артисты молодые. Это грань профессионализма, возможности и необходимости навыков к импровизации, к пародии, к каким-то моментам имитации чего-то голосовой или так далее. Это школа. С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим и говорим, что нам трудно жить. Да потому что нам легче жить, когда мы говорим, что нам трудно жить. Дайте волю интеллигенции. Дайте ей только волю. Больше ей ничего не надо. Помните, интеллигенция – это соль нации. И если ее не будет, вам нечем будет посолить кашу, которую вы заварили. Самая главная мысль – то, что их приняли старики. Это самое важное. А как? Это надо посмотреть на экране. Они могли ведь их не принимать. Они были вынуждены их принимать. Потому что они были непобедимы. А был период такой, что старики давили на молодежь. Такой был период в 60-е годы. Те старики, которые никак не уступали свои места на сцене театров и эстрады. Музыка Соня как-то в мае Причалю в берегу баркас Ему сказала Все вас знают, но я так вижу в первый раз В ответ открыт козвека пачку Сказал ей Костя с холодком Вы интересная чудачка Но дело видеть селегто У нас в институте в Щукинском Каждый раз и на вечерах Всегда дико, значит, приветствуются все капустнические дела. Это грань мастерства необходимой. А к эстраде относился, отношусь очень серьезно. И занимался ее много. И вместе с Михаилом Михайловичем И отдельно, и как автор, и как режиссер. Я вам не скажу, за всю Одессу Вся Одесса очень велика Но и молдаванка, и пересень Обожают косичную реку Ой, что вы говорите? Но как? Ну, у них-то как раз все было понятно, откуда они вышли. Они вышли из капустника. Они все равно, они же не были эстрадным дуэтом В прямом смысле этого слова. Они были, так сказать, театральной парой, Которая позволяла себе, так сказать, баловаться Но эти капустники, когда они работали на эстраде, От них эстрада не пахла. Они все равно были представителями театра. Олейников ученик, в прямом смысле, Ширвинта. Шура преподавал в школе эстрадного искусства. Я не помню точно, как называется. Но Олейников был там студентом. И действительно, Ильюша по-настоящему ученик Шуры. Я очень любил к нему приезжать, потому что, во-первых, Поскольку он был студентом, все время хотел жрать. Я элементарно хотел есть. А его мама с Кейцарства и Небесной, она совершенно замечательно готовилась. И когда я приходил, у меня такое ощущение, что она меня готовит на убой. Чтобы откормить меня, потом убить и продать. Как мясо. И вообще, как-то очень трогательно ко мне относился. Меня зовут Константин Сергеевич Станиславский. Это мой друг Немирович Данченко. Да. Я вот что-то про вас слыхала. Ну, это естественно. Только вы больно молодой. Да. Мы члены приемной комиссии. Да. И вот я, и Владимир Иванович. Вы сейчас свободны, Владимир Иванович? Да, пожалуй, пожалуй. Вот Владимир Иванович свободен. Мы могли вас послушать. Александр Анатольевич Ширвин – это один из самых удачных моих педагогов, учителей. Почему я так говорю? Потому что мой художественный руководитель Катин Ярцев, он как бы меня учил круглосуточно. Да. И с первого по четвертый курс. А вот за Александра Анатольевича я был счастлив, что мне достался Александр Анатольевич. Мы делали отрывок на втором курсе. Я был... Мне все завидовали на курсе, что мне Ширвин достался. Но Ширвин достался... Сколько раз он со мной репетировал? Раз, наверное, 8 или 12. И он все время был занят. Я был студентом, это очень смешно сказать, который отправлял за ним такси домой. Я так хотел, чтобы он приехал на репетицию и успел, что я при стипенде в 38 рублей я отправлял за ним такси. Прежде всего, вы все хотите знать, кто же у меня, так сказать, будет сниматься в центральных ролях. Да? Угадал, да? Угадал. Стесняется. На Свердловской киностудии, знаете, случайно, буквально отрыл, понимаете? Буквально, так сказать, как-то откопал вот это. Абсолютно не считаю эстраду ни вторым, ни третьим, ни четвертым, тем более эшелоном. Значит, искусство, и все зависит от того, кто это делает, как этим заниматься, как к этому относиться. Вообще эстрада, вот так я себя не имею права причислять к эстрадным артистам, но настоящая эстрада, я наблюдаю за ней с детства, уж так получилось, и видел лучшее представление Аркадия Сахча Райкина, величайшего артиста. Это очень, конечно, необыкновенно сложный. И вот, представляете, два актера выходят на пустую сцену концертную. Вот в те далекие времена в колонном зале выходит дуэт Шуров и Рыкунин, и поют свои знаменитые куплеты, там, а поешь шел, а поешь шел, а поешь шел, а поешь шел в Чикаго. Я сейчас вскрою биографию Михаила Михайловича. Вы знаете, он знаком с Кашпировским, когда тот еще в Венеции был еле-еле рядовым врачом, саланным чумаком нашим светочем, он до сих пор на дружеской ноге. Почему не брать такие примеры на вооружение и тоже врачевать, чтобы люди от вас исцеленные уходили, а не просто? У вас в гостях пара психологов. Расслабьтесь, упритесь во что-нибудь. Лучше друг друга. Вы можете плакать, можете смеяться, но вы можете нам верить, можете не верить. Можете открыть глаза, можете закрыть. Навсегда. Знаете одно, мы несем вам добро! Они дуэт не эстрадный, вот в этом все и дело. Не умаляя достоинства великих артистов эстрады, Шурова и Жакунина, Мирова и Новицкого, Миронова и Минакера, Тарапуньки и Штепселя, не умаляя их достоинства, Ширвинд и Державин, дуэт Ширвинд и Державин, когда они работали, это совершенно другое явление. Это два, прежде всего, театральных артиста, которые работали на сцене не по правилам эстрады, а по правилам взаимоотношений двух актеров. И только талантливым актерам это удается. Искусственно соединиться в дуэт бывает очень трудно, особенно на сцене, особенно на эстраде. Тогда, когда один актер и второй актер. Все равно, как любит, говорит Ширвинд, происходит некоторая не игра, а играшка. Пришел на этот концерт и правильно сделал. Давно сидят за накрытыми столами. Водки не хватает, помогайте. Возьмите пустую трехлитровую банку, наполните ее водопроводной водой, поставьте в центр стола, сдуньте пеночку мазута, начинаю гна, заряжать. Десять, двадцать, тридцать, сорок градусов. Достаточно разливаем. Все-таки мы не эстрадные артисты. Это мы так, боженька дал, что, слава богу, просто умение держаться на эстраде в эстрадном представлении. А так мы драматические артисты. Шур еще и режиссер. Сейчас Шур немножечко у нас главный режиссер. И то он иногда, вот можно позвонить ему, он сию секунду тоже что-то такое скажет невероятное, что сразу весело станет и захочется смеяться. Надо плакать, милая. Слежу за тобой, работаю с тобой. Не ревей. Все будет нормально. Что у вас? Вон девчонка из Сызрани. Пятый сеанс не может от меня забеременеть. Я творческую жизнь этого дуэта впервые увидел в театре, конечно. Ваша программа называется «От смешного до великого». Я больше с ними знаком был по линии Великого. Потом уже возникло смешное. Они вместе играли в театре и играли хорошо драматические роли. И обыкновенное чудо. И там из последних это «Счастливцев, не счастливцев». Серьезные и драматические роли. Хотя и смешные зачастую. Владение комического, необыкновенно обширной, серьезной, требует глубокого научного подхода. Научный подход всегда лекция. Есть такая история, что почему-то эстрада считается такой легким жанром во всех смыслах этого слова. Что это несерьезно, несолидно. Мне кажется, что это придумали актеры драматические, которые на эстраде работать не могут. Физически не могут. Потому что это совершенно другая школа. Сегодняшняя эстрада зашкаливает за всевозможные параметры доступного. А иногда появляются такие гейзеры, как феномены, предположим, не знаю, Максима Галкина, Клара Новикова, замечательная актриса. У нас сегодня лекция, а смешно. Да, я знаю. Мы с нашими друзьями, мы хотим так пройти фрагментарно. Знакомлюсь с эстрадными актерами по телевидению. В передачах, слава богу, там есть Женя Петросян, делает передачи, в которых заняты великолепные актеры. Как бы не ругали аншлаг, Региночка Дубовицкая тоже приглашает прекрасных артистов. Этот жанр в их программах, которые я вижу по телевидению, он сохраняется. К сожалению, с момента пробуксовки и необходимости уже круглосуточно шутить, значит, начинает поневоле снижаться уровень планки. Наверное, не по их вине, а потому что вот надо много, надо так, как хотят и так далее. Чудный дуэт, два брата-близнеца Пономаренко, дуэт из Украины, их называют кролики. Изумительный дуэт, который часто появляется в программе у Евгения Петросяна. Я вот телевизионный такой зритель, ну, понимаете, у меня спектакли в то время, когда показывают вот эти телевизионные программы. Слежены оппоненты, все опаздывают. Давай-ка мне поможете, да? Да. Сначала, потом, когда идут профессионалы, вас смеют. Когда я вижу то, что происходит сегодня на телевидении в этом жанре, я, конечно, не судья, я не буду называть ни одной конкретной фамилии, но мне становится страшно за этот жанр, во-первых, потом за страну, которая все это слушает с утра до вечера. Это же, это же своего рода психическая атака. Конечно, талантливые ребята и Гальцев, и Воробей, вот эта новая эстрада. Но они не правы в одном. Они вызывают смех любым, доступным, любому человеку способом. У вас в кармане для себя, я знаю, да? Постановление друзей советского смеха 24-го года до сих пор не отменённые. Какие смехи категорически не рекомендовались? Тогда не рекомендовались. Животный смех утробный, смакующий, кликушеский, деляческий, здоровый, пустой, сытый, гормонный, обобщающий, самодовольный, всечеловеческий, ехидный и подмышечный. Происходит кризис слова на эстраде. Происходит только одно сплошное моноложество. Вы не помните, и я уже не помню, чтобы актёр молодой или не очень молодой, известный или менее известный, вышел бы в эстрадном концерте и сказал, рассказ Антона Павловича Чехова или рассказ Михаила Михайловича Зощенко или рассказ Григория Горина. Как Ширвиндов с Англицкой королевой разговаривал. Записано со слов телохранителя Лёши, пожелавшего остаться безымянным. Приезжала к нам тут недавно Аглицкая королева. Поздоровалась она за ручку с Ельциным, походила туда-сюда и со скопцом, да с Лужковым и закручинивась. Неужели здесь нету личности, чтоб хоть чуток на лорда смахивал? Чтобы стать была и аромат, и вообще, чтоб джентльмен был. Есть, обрадовался Лужков, есть, Ваше Величество, именно такой, Ширвинда фамилия, и статный, и трубку курит, и лицом даже покрасивее меня. Ах, обрадовалась королева, позвать его скорей ко мне. Надеюсь, он спик инглиш? Не совсем, отвечает Лужков. Державин по-английски действительно спик, а Ширвиндов только наоборот, только Ферштейн. Ну ладно, вздохнула королева, хрен с вами, зовите обоих. Ну вот, кличут Ширвиндова с Державиндовым, срочно во дворец. Надели они, согласно этикету, чистое белье, смохинки, предстали перед королевскими очами. Королева, как Ширвиндова увидел, так прямо затряслась. Ах, говорит, хайду иду, мистер Ширвиндов, а им глед ту мит ю, найс ту си ю. Ну, Державин начал губами шевелить, перевод слов искать. А Ширвиндов сразу понял, отвечает, спасибо, Ваше Величество, не откажусь. Ну, наливают им по полной, выпивают все, королева продолжает, ха ю, мистер Ширвиндов, верю эл. Державинд опять к словарям бросился, а Ширвиндов сразу понял, и отвечает, Ваше Величество, в любое удобное для вас время. Тут королева совсем расплылась, говорит, да, этот джентльмен так джентльмен. Тут и Державин, наконец, тоже все понял, и даже сказал гудбай, с дуру. А Ширвиндов, как и положено, ушел по-английски, не попрощався. Я точно знаю, что Александр Анатольевичу очень не хватает Андрюша Миронова, очень не хватает Гриши Горина. Это уже то, что на моем веку, то, что я понимаю, это как, это как из самого Ширвинда чего-то вынимают. Они как бы дали некие ориентиры, к которым надо стремиться. Вот даже, как бы сказал я, это совсем не какие-то высокопарные слова, это такие. Ну, потому что, когда ты видишь нечто хорошее, тебе невольно хочется этому хорошему подражать, и хочется к этому хорошему стремиться. А потом стали закрывать эти телевизионные программы, и так юмор стал бы холощиваться, все сложнее стало работать на эстраде, но они и это преодолели. И начались их подготовленные к каждому конкретному случаю парные выступления на каких-то там на Нике, там, не знаю, в Кинопанораме, к случаю. Они специально писали сами себе вот такие вот интермедии, которые пользовались огромной популярностью, не падая в жанр, который популярен сейчас. А сейчас популярен жанр кошмара. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ себе пару, одного себе подыскивали другого, третьего. И все равно лучше тех актеров, которых я назвал, вот этих маленьких сборных из двух человек, трудно придумать. Как ни странно, у нас разные семьи. Ведь были какие-то уже разговоры о том, аж до этого не строится ли на чем-то, в те еще времена, когда это вообще было все подсудно, что-то это неблагополучно. Вот, приходилось предъявлять жен, детей, потом внуков, чтобы доказывать, что нет-нет-нет, это творческий дуэт. Это какой-то, вот, может быть, я не хочу сравнивать это с браком, это другое, это тут любовное, там, половое, а это творческое, это творческое, очень серьезное дело, дуэт, очень. И надо быть терпимым друг к другу, потому что были дуэты, чего греха таить, были дуэты, когда два друг друга ненавидели артиста. Или актер и актриса тоже видеть не могли, но выходили на сцену, изображали все. У нас, слава богу, товарищеские отношения. А на самом деле, действительно, у нас в театре разные роли, мы играем в разных спектаклях, у нас разные семьи, у нас разные дети и разные внуки, у нас разные жены, у нас разные квартиры, тем более разные кровати. Так что дружба, как таковая, при том, что все очень заняты, она не существует вот так вот, но с нос круглосуточно, о том, действительно, перегрызлись. Я несколько лет назад в одной из самых популярных и самых желтых газет прочитал о 30-летнем союзе, практически с намеком на брак, Ширвинта и Державина. Ну, прекрасно, прекрасно, они, наверное, что-то заработали, какие-то дивиденды эти газеты. Обидно, что на это тратится энергия. И они в глазах журналистов, они действительно живут вместе. Они не так часто видятся. И у каждого есть свои друзья, свои компании. А так вот называется дружим. Вот, и действительно, это так. Но это как старая-старая семья. Там же нет никаких круглосуточных страстей. Там уже общежития. Вот, и у нас дружба в общежитии. То есть они не работают вместе все время. У каждого своя есть какая-то история. Но интересно именно это, что они живут вместе. Они на самом деле муж и жена. Непонятно, кто муж, кто жена, но значит, я их сын, получается. Искусственно не получится ничего. Но есть актеры, которые вроде бы приспособлены друг для друга. Ну, это очень редко бывает. Точно так же, как совершенно точно, как очень редко бывают счастливые супружеские пары. Я вам самое главное скажу, что они и сегодня великолепны, да? И есть у них и энергия, и силы. Аудитории нет той, которая поймет это. И которая получит от этого удовольствие. Александр Анатольевич. Да, Михаил Михайлович. Вот почему иностранного гостя можно сразу узнать по лицу, по взгляду? Да, потому что на лице иностранного гостя, Михаил Михайлович, всегда написана неуверенность в завтрашнем дне. Он не знает, что с ним будет завтра. Шура меня всегда представлял, говорит, Михаил Михайлович. Я, кстати, был членом коммунистической партии, а Шура не был никогда. Он говорит, Михаил Михайлович, он руководитель партийной организации нашего до этого. А я художественный руководитель. А по вашему лицу видно, что с вами будет завтра? А по вашему лицу видно, что вы не помните, что с вами было вчера. Почему сохранился ваш дуэт, спрашивают? Потому что нам не нужно придумывать взаимоотношения сценические, эстрадные. У нас же сложилось, испокон век, вот это вот такое, я, значит, ироническое дерьмо, а он милый, обаятельный, значит, несчастный, вынужденный стоять рядом. Давайте его сюда, давайте, давайте, давайте его сюда, давайте его сюда, нет времени, давайте. Здрасьте. Здрасьте. Здрасьте, ничего не говорите, не надо, не надо, я все помню сам, все, сейчас, секунду. Ширвинд. Нет, Державин. Но это один черт. Вот присущий Ширвинду его такая псевдо-надменность и псевдо-снисходительность по отношению к другим, ко всем, к друзьям, к властям, его уже таким принимают. Видимо, это, ну, это все такое, это все наигранное, понимаете, потому что на самом деле он абсолютно чистый, тонкий и очень нежный человек. Говорят, ходишь по театру какой-то кислый, рожа неприятная, недовольная, вы подумаете, что ты недовольный художественным руководством. Что такое, что случилось, что с тобой, что происходит, что происходит? Нет, просто роль не идет. Роль не идет. Не надо ходить с таким лицом по театру. Пришел бы, пожаловался, сказал бы, посоветовался, а то ему подумать, бог знает что. Миша в нашем дуэте Шургой такой добряк, а я такой, значит, вроде бы немножечко надсмотрщик за ним, такой, значит, более строгой, начальственной. Так, вот у меня пьеска, это я, правда, не посовет, да? Так, что ты у меня тут играешь? Тут тебя нет. Тут тебя... Дальше еще. Следующий. Тут тебя тоже нет. Нет, еще оглавление... А, вот, вижу, 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 вижу. У отца тоже эта маска такая, холодного пьеро, она существует в жизни, но это тоже маска. Они оба очень мягкие, добрые люди. Стражники и лакеи. Да. Нет, еще дальше, там ниже. Еще дальше. А, грибы. Ты играешь грибы? Я играю гриба. Какого? Я играю второго гриба, но в третьем составе. И роль идет. А ты фантазировал на что за эти, ну, как тебе сказать, ну, биографию гриба, что это за гриба? Ну, конечно, фантазировал. Расскажи, расскажи, расскажи. Ну, я гриб сыроежка. Стоп! Вот, стоп. Вранье фантазирование. Сыроежка. Это она, баба. Сыроежка. Нет, я гриб сыроежек. Они как-то выбрали себе маски, тоже так не пожизненно, потому что амплуа у них рада, они меняют иногда на эстраде эти амплуа, но в основном это такие две маски, добродушный такой наивный Державин и якобы циничный холодный Ширвенд. И это прекрасно работает. Сейчас бесконечный юбилей, надо нам сделать что-нибудь. Причем можно наврать. Кто это знает, в каком мы, в 57-м в первый раз вышли или в 60-м? Ну, это гениально. Это вот все гениально и просто. Ну, а в будущем году будем 50-летие тогда справлять, если доживем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...